Девочки, привет! Я вас рада видеть. Я Таня Давыдова, понятный психолог. И сегодня я отвечаю на вопрос про секс. Что делать, когда секса очень мало? Я сейчас прочту вопрос одной из моих подписчиц. И она пишет, Татьяна, я прочла ваш пост про то, когда уходит секс. На самом деле я такой писала пост. И вот у меня вопрос. Как же все-таки в этом случае, когда секса очень мало, все-таки восстановить отношения с мужем? У меня похожая история. Мне 34 мужа, ты 32. То есть, казалось бы, самый цветущий возраст для секса. В браке 10 лет. Детей нет. И секса нет уже полтора года. Девочки, тебе сложно даже себе представить, чтобы в 32 года не было секса полтора года. Но вот, однако, вот такой факт. Три года назад, когда секс был примерно раз в полгода, я тоже встретила мужчину и тоже почувствовала все, о чем вы писали в посте. О чем я писала в посте? Мне, что девушка вдруг проснулась, и она думала, что она такая холодная, ну, потому что она такая, знаете, ну, потому что рано вышла замуж, и не очень поняла, какая она в плане секса, и думала, что она такая спящая, ну, сама по себе такая, знаете, сонная. А тут она встретила мужчину, и он ее как бы разбудил, и она поняла, что дело-то не в физиологии, не в ней, да, а что на самом деле может быть дело в партнере, дело в их отношениях. В общем, короче, что она может что-то чувствовать, и что-то хотеть, и это было для нее открытие. И вот девушка, значит, остановила, вот, которая пишет, да, остановила, значит, все свои вот эти вот интересы к другому мужчине из моральных принципов. Я приложила весь свой ум и здоровый смысл, и перестала думать о нем. Месяц я назад пошла к психологу, и она мне в этом помогла. Я сразу же поняла, что проблема была и не в этом мужчине, а в моих отношениях с мужем. Но как их восстановить, восстановить, я не знаю. И реально ли это вообще, да, то есть девушка спрашивает, а самое ужасное, это вопрос детей. Все спрашивают, где дети, да, а их все нет, а мы их даже просто, ну, у нас нет секса, и мы даже и не делаем детей. Так написано. Итак, девочки, в чем же вопрос? Вопрос, как же жить, получается, да, что же делать с отношениями, когда нету секса? Вы знаете, у меня тут, честно говоря, раздваиваюсь я как женщина, как человек и как психолог. Потому что, с одной стороны, вроде как нужно войти в положение, понять и что-то посоветовать, а с другой стороны, все во мне протестует, потому что, ну, 34 года, ну, боже мой, ну, если сейчас нету секса, а когда он будет-то? В 58, что ли? Как вы полтора года вот в таком себя состоянии держите? То есть, что должно быть с психикой, если в последние, там, три года секс раз в полгода? То есть, девочки, ну, что же это такое за издевательство над собой? Я прям, мне прям крик души просто, боже мой, ну, я не понимаю, что он так сильно богат, я не знаю, почему вы это терпите? То есть, что там такое должно быть, что вот этот аспект настолько перестает быть важным. Мое личное убеждение и, не знаю, в работе, я с этим сталкиваюсь каждый день, потому что через меня проходит каждый день по 3-5 консультаций у меня, понимаете? То есть, у меня вот такой толмуд огромной вот историей. Девочки, самое важное, это приверженность себе и своему ресурсному образу, тому, какая вы на самом деле можете быть. И если вы в других отношениях, даже там, у вас не было секса, но вы поняли, что вы просыпаетесь, вы открыли для себя, что вы живая, что вы можете любить и вообще у вас есть какие-то потребности, девочки, это надо культивировать, это надо понимать, это надо в эту сторону идти и тащить мужа к психологу, к сексологу, в развод его тащить, куда угодно тащить, но чтобы как-то эту историю прояснить. В случае, если вы оставляете все так, как есть, оно так и будет, оно будет еще хуже, у вас будет секс раз в 5 лет, понимаете, даже если вы сделаете ребенка, боже мой, ну что это за ребенок будет, который вот, ну в семье, где как бы два живут совершенно, ну, ну как это сказать, два друга, наверное, да, то есть, если вы обнаружили в себе вот эти росточки, девочки, с этим надо работать, надо этот образ развивать, надо понимать, что такое во мне другой человек затронул, как бы, да, что я теперь понимаю, что на самом деле я другая, и очень важно простроить в будущем образ того, что вы хотите, то есть, как бы, каких отношений вы хотите, что для вас нормально, потому что, девочки, мы имеем те отношения, которые для нас нормальные, понимаете, то есть, если вы внутренне готовы к этому, и для вас это получается, да, вот судя по письму, для вас это даже не сильно большая проблема, и вот это самая большая проблема, понимаете, то есть, как вы на это соглашаетесь, поблагодарите себя, что у вас была эта там вот история, да, что вы к кого-то там влюбились, вы почувствовали, что вы способны что-то чувствовать, аллилуйя, понимаете, а теперь нужно на самом деле культивировать в себе этот образ, и разговаривать с мужем про это, что вы знаете, что вы можете чувствовать, и вспомните себя в начальной фазе с мужем, любили ли вы его, чувствовали ли вы это что-то, понимаете, И нужно как бы через себя. Вопрос был про то, можно ли эти отношения как-то изменить. Можно, девочки, можно. Если вы поверите в то, что вы действительно... Какая вы, да? То есть вам нужно прожить этот образ и прочувствовать этот образ, понимаете? Что может быть? Муж может подстроиться. Это бывает, да? Потому что когда один элемент в системе меняется, второй тоже меняется. Автоматически. Но он может измениться в вашу сторону, то есть он может начать тоже пробуждаться и что-то там как-то проявляться, а может отвалиться. Это тоже может быть. И это надо принять. Но и пускай он отвалится. Зачем вам в 34 года отсутствие секса полтора года? Если ему это и не надо, если у него болезнь какая-то, или вообще у него друга с тем ценность, или он уснул вообще напрочь. Ну, как бы у него есть какая-то своя причина, да? Им к ней можно относиться с уважением. Но если он отвалится, если он поймет, что это и не его история, что он страстную женщину, интересную женщину, яркую, не хочет, он ее боится, он вообще там, и вообще как бы лучше отойдет в сторонку, порадуйтесь, понимаете? Значит, вы найдете другие отношения, где вы будете иметь этот свой образ ресурсный, полноценный, понимаете? Это гораздо важнее. Другая история бывает такой. Бывает период сложный, мои хорошие. Маленький ребенок, новая работа, переезд. Это другая совсем история. Бывает такое, что временно, не знаю, полгода, восемь месяцев, да, секс какой-то очень вялый, не знаю, раз в месяц, ну, какой-то, да? Но вы понимаете, есть объективные обстоятельства. Но если вы живете в отдельной квартире, у вас нету детей, вы в цветущем возрасте, в чем тогда проблема? Нужно разбираться, понимаете?